Здравствуй, я Алик из Саратова с братом Рафиком, немножко на рынке овощи торгуем, приходи, скажи, что от моего имени тебе скидка сделают, я все знаю, во всем прозбираю, все понимаю, у меня есть жена Этери, она мне вопросы задает, ну давай, розочка моя говорящая. Алик, вот эта женщина, что ботинок кинула ей, квартиру дали, оказывается. Да, 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 не шуми, ну тебя, вот кричишь на всю улицу, уже все слышали, хотя новость, правда, это сенсация, вот эта женщина, помните, накануне Людмила Аникеева с города Углегорск, Сахалина, она жила в плохих условиях, ей должны были выдать новое жилье по решению суда, выдали жилье плохое, еще хуже, в аварийном доме. Она пришла на встречу с мэром городом, Дмитрием Цукановым, и говорит, что такое, почему ничего не происходит, ничего не делается в лучшую сторону, он говорит, идите к прокурору, с ним разбирайтесь, он говорит, я тебе сейчас покажу прокурора. Достает ботинок, заплесневелый, говорит, посмотри, в каких условиях мы живем, и кидает в него. Вот это вот что. Вайми, я думал после этого, и все думали, что ей выделят камеру, понимаешь, после таких вещей в полицию везли, но сегодня губернатор Сахалина сказал, что ей выделяется двухкомнатная хорошая квартира в новом доме. Вайми, слушай, ботинокинул, квартиру поручил, это сейчас тысячи и тысячи россиянчиков. У кого там в подвале вода стоит годами, дорога не ремонтируется в больницу, кого-то не дают, и куча проблем. Теперь эти россиянчики будут запасаться кто ботинком, кто сандаликом, кто босоножкой, а кто и сапогом, и они так могут пойти. На встречу с депутатиками всех уровней, с мэрами, с главами районов, с губернаторами, те трясутся, ну уже, понимаешь, и таким образом будет решена куча проблем в России у людей. Возникнет такая теория малого ботинка, вот, но хотелось бы, конечно, в России и теорию большого ботинка, но тут такое дело, что у нас Владимир Владимирович, он очень хитрый человек, он на расстоянии 50 метров с людьми встречается, не дакиниш и не папа джош, но вот такие дела.